Здравствуйте, глубоковажаемые любители ледных видов спорта! Начинаем очередной замечательный ролик. И сегодняшний ролик посвящен переезду в красивое место. Что такое красивое место? Ну, например, такое, как это. Это юг Франции. И здесь на этой стеночке у нас присутствуют альпинисты. Вот они, посмотрите. Слезают со стенки. Мы несемся тоже по этой полочке. Птицы какие-то мимо. Посмотрите, как красиво. Вот они, видите, целыми пачками тут лазят. Очень красивая стенка. Она твердая. Позволяет, видимо, забивать эти колушки. Причем потрясающей красоты место. А сейчас вот вид на водопад. Сейчас мы промчимся рядом с этим водопадом тоже. Скорость 200. Смотрите. Оп! А вот здесь вот у нас находится город Габ красивый. Сама долина реки Дюранс. Вот аэродром Габ Таларт. И такое потрясающее место. Повезло мне попасть. Вы спросите, почему, Игорь? Как так вообще случилось? Огромное количество случайностей. И, наверное, сегодняшний ролик я как раз хотел бы посвятить, во-первых, осознанию этому количеству случайностей. То есть какие-то добрые советы по тому, если вы захотели поменять свою жизнь, например. Ну или просто хотите сменить локацию там на время. Ну вот немножко рассказать о нюансах поиска красивого места и возможного переезда в красивое место. Вот если вы, например, скалолаз, то посмотрите, как можно тут замечательно лазить. Вот тут прям организованы все веревки. Я даже не знаю, скалолазов он хотел показать. Где-то они тут сидят. Вот они. Смотрите, вот сейчас крылом показываю. Вот видите, тусуются. А из красивого здесь еще у нас есть вот водопад, например. Сейчас я спикирую вам на водопад. Можно вот так крылышко искупать, потом раз, подняться вверх и посмотреть, откуда водопад этот идет. А идет он, видите, там такая лужица. Я вам сейчас покажу ее. Вот она. Красиво, очень красиво. Здесь рядышком вот гранулыжный курорт, соответственно, 30 километров от дома. Домик у меня вот там в долине. Я потом его вам покажу. И это, конечно, я считаю рай. То есть я даже не знаю, за что мне в Зыжне так повезло. Но вот как-то за что-то, видимо, маму слушал в детстве или кашу не ел, кстати. Вот. Но свезло шарику. Свезло шарику неизвестно за что. Как я попал сюда? Как вообще возникла мысль переехать? Переехать мысли сразу скажу не было. Я начал летать на планере в 2011 году. В 2012 году первый раз попал сюда в Альпы. Начал летать в горах. И попал осенью 2012 года. Не осенью, в августе. Мой друг Александр привез меня на вот этот аэродром, на котором я сейчас докажусь. Вот буква ЭС. Вот сюда, ко мне. Самого Клауса запускаем. Это вам не еб... Верный бабай. Это серьезно. С электро... Электропланером. Да, выглядит ужасно, конечно. Пыли столько. Это совершенно случайно получилось. Он искал весной себе место, где вот он будет учиться. Позвонил на этот аэродром. И там говорили по-английски. Потом выучил французский, чтобы дать экзамен. Потому что настолько место понравилось, что он французский выучил. Умничка. И такой, как я. Да. Так вот, он меня уговорил сюда приехать. Я увидел это место и понял, что это рай на земле. Вот реально с нескольких каких-то действий, с нескольких... За знакомство с людьми. Вот мой учитель Клаус Ольман, например, он меня убедил, что это рай. Потому что, ну, собственно, и Клаус это место выбрал. Игорь, если существует рай на земле планерный, так это здесь. Уй, о! Вадим Ишочек надо подтянуть. Ух ты ж, о! Вот это мы поймали. И вот сейчас момент истины. Ну, ну! Эй! О, да! О, да! Это работает! там за облаками там 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 и вот так вот так меня клаус учил делать и ушел в мизис вот это вот зрелище конечно я прям уважаю англии клаусу друзья понравилось шалить ну кто бы сомневался заход на облако петлей и полубочкой облачный лабиринт вечер перестает быть домом вот то есть для меня получилось так что я сначала брел этот планерный рай начал в нем летать и через некоторое время годика даже на через четыре я начал ощущать что я хочу проводить здесь больше времени а меня немножко устал от того что постоянно съемное жилье вот мы арендовали такие домики шалешечки переезд одной шалешечку в другую и мы с женой начали мечтать о том что а вдруг получится так что мы купим какой-нибудь маленький маленький кусочек земли до пол гектара и поставить там дом на колесах тем более что опыт жития дом в доме на колесах у меня был я в москве прожил год в таком доме на колесах такая машина была большая красивая но я в рядом со своим гаражом прожил годику мне не нравилось поэтому меня перспектива жить в доме на колесах не пугало ну и жена в общем то так как она осознанно познакомилась когда еще в доме бомжевал на колесах потом приютила то соответственно так вот и получилось что это же не было страшно и мы начали искать вот закинули вот эту мысль информационную в пространство хотим домик здесь во франции вот примерно в этом же месте а еще при этом я пролечу низко над нашим городочком лоботином селены вы увидите какой он красивый и самое интересное что вид на него красивая отрывается с долины если ты едешь по дороге то вот я первый раз ехал смотрю а городок как с открытки и там сверху нас такой ну не замок ну там постройка такая красивая есть я посмотрел проезжал мимо гляжу и думаю ну вот точно вот это место вот если бы вот в этом городочке что-то продавалось я бы точно хотел тут жить подумал я об этом и потом автоматически человек когда что-то думает еще начинает искать какие-то сомнения еще чуть ну я же хочу домик такой чтобы у меня был с видом на закат чтоб там земли побольше чтоб соседи вокруг побеньше и как-то так вот все я думаю ну такого же не бывает вот вот чтобы и в городочке и при этом и соседей ну то есть как-то мне казалось что вот это невозможно но мысль так и ну ну так хочу и потом не поверите но вот какая-то мотивизация желаний в свое время я там общался с саентологами кстати я ролик сделаю как-нибудь про них ну общался скажем так не очень мне очень не понравилось конце концов но по крайней мере всю эту тему я изучил и вот у них там ой ты притянул это из вселенной там себе тут это это не знаю я думаю что работать несколько по-другому если ты о чем-то думаешь и чего-то хочет и самое главное начинаешь хоть немножко что-то делать то в этом случае вокруг в мире начинают какие-то ниточки завязываться ты там кому-то сказал кому-то рассказал что ты что-то там подготовил что-то сделал и в конце концов вот сходится ряд факторов шпак и твое желание материализовалась не знаю у меня по крайней мере так я думаю что может шутить некоторые волки немножко волшебник ну нет я не волшебник это кучусь и каким-то совершенно чудесным образом материализовалась этот дом который в итоге я купил это было утро какого-то обычного совершенно летного дня пришла жена клауса сидания она летает на каких-то аэрбасов командир воздушного судна очень хорошая пара клаус рекордсмен мира 60 там больше 60 рекордов мира показываю как летает на конференции клаус его жена водитель настоящего аэрбаса на пенсии уже правда летной но зато летает на самолетике обычном вот такая прекрасная семья авиаторская но сейчас она преподает какой-то академии там известная такая женщина и вот она говорит игор продается дом ты же вы же хотели что-то купить я говорю ну да ну дом как-то нет ну кусочек земли игра сколько он говорит 120 тысяч как бы я только планер заказал собственно который это был четырнадцатый год кстати на как раз случился там ну сами знаете что весной четырнадцатого случилось и как-то я так бодренько начал продавать активы в одной стране и выводя их благополучно ну собственно я и купил парир решил что буду связывать свое будущее с альпами с полетами здесь собственно это и было одной из причин мысли о доме и так удачно сложилось в августе я продаю почти все свои летные школы у меня там какие-то деньги я собираюсь потратить на планер и тут вот этот дом но я не готов был 120 тысяч вкладывать но всегда не говорит игорь съезди посмотри просто съезде потому что если бы у меня не было дома я бы такой себе купила ну а у них дом вообще замечательный такой огромный шато в горах вот там как раз нет соседей и у них аэродром за забором полоса черненькая вот она сейчас крыло показывает вот и вот его избушка там вот она вот друзья смотрите все как есть красотища ставите за забором есть такая полоса с горы и если они туда на самолетике маленьком при рулевой так чул приземляется около своего дома а на следующее утро вот так его за хвост разворачивает заводит мотором с этой горы так вниз чпу не улетает куда-нибудь вообще фантастика но если плохая погода кромный аэродром приземляется я думаю ну ну ладно и у меня стоял мопед 54 года выпуска peugeot и я его постоянно чинил по помните как электроник там чинил вечный мопед приключениях электроника я такой же пример вот там так его и так перебирал и сяк перебирал он у меня сегодня работал я очередной раз его перебираю думаю ну вот сейчас заведется и поеду а чё к не поехать он под заводится я сам шоке я раз до этого только через трубу выхлопную пукал а тут он раз завелся затарахтел еще и поехал еще раз и на вторую переключился я поэтому и на артрому ношусь боюсь остановиться доезжаю хватая зубами вот эту записку которую мне написали куда ехать и тарахчу на этом мопеде там нужно было проехать три километра доезжаю там соответственно бывший мэры бывшая мэрша у них замечательный такой участочек они сдают его под кемпинг все очень позитивно меня увидели английского не знают а я французского не знаю но мы так бодренько на пальцах объяснились и они пошли давай мы тебя все покажем и они показали мне все что там в нашем этом городочке продается но один домик был вот этот и была такая конурка трехэтажная 33 как бы комнаты друг на другом многоуровневый такой получается интересный вариант и она мне сразу приглянулась думаю вот точно и недорого и жить везде но этап не парковки нету ну рядом есть вот неудобно и я начал показывать своему другу а вы своего дома есть пугался потому что когда зашел там такие огромный участок полгектара это джунгли лес вокруг везде я сначала немножко этим расстроился потом увидел дом он тоже огромный такой я как-то я растерялся я реально потерялся понимаю что наверное это очень хорошая идея но настолько было вот тревожное есть ну не страшно что ли а вот и я друга своего позвал алексея говорю лёг помоги прими за меня решение он посмотрел быть волков ты дебил почему так почему так сразу выгодь тут подумай ты же любишь гараж ты там возился с этими семи лебедками ты сейчас как только этот дом купишь начнешь его переделывать ставить него кучу всего игру не 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 я так на одним глазком посмотрите я же ведь тебя знаю тебе нужен именно этот дом вот желательно такой старый полуразрушенный чтоб ты в него игрался там не до конца дней своих но подольше лёшу я уважаю на человек он мудрый игру а денег нет это я тебе подолжу 50 тысяч я тебе лучше даже 50 тысяч а ты купишь то что тебе нужно пожалуйста сделал именно так ну тут знаете как уже как все сошлось в этом в этом мире жена у меня летал на параплане там на озере серпансон я быстро и кричу звоню на приезжает дом но она как-то приехала тоже из ужаснулась этому дому немножко но идеи понравилось а дальше начинается уже чудеса еще больше на следующее утро меня знакомят с тем кто продавал дом на этот друг бывшего владельца бывший владелец этого дома летал на самолетах строил самолеты построил порядка там 8 или 9 самолетов и на дом самолете разбился но уже возраст был достаточно большой но разбился и самолет загорелся потом какие-то там истории что по наследству были сложности дом завещали там часть сестре часть диким природе мадагаскара какие-то там птицам аргентины и вот эти фонды между собой долго 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 прошло три года то что его признали пропавшим без вести и из-за этого три года дом стоял горело отопление но там и стекла бы выбивали еще чего то то есть вот он не то чтобы плохое состояние пришел он был в рабочем жилом состоянии но вот с нюансами и именно по этой цели причине цена сильно упала то есть вот такой дом где-то около 200 тысяч должен был бы стоит минимум тогда но вот 120 и шарик понравился плоду который продавал дом я был такой восторженный начал лазить по этому дому он сегодня показал но у меня пугает вот это вот обилие необходимых ремонтов там сил я понимал что делать надо будет очень много всего и он на меня смотрит поехали к нотариусу еще я еще не решился он будет они поехали это бесплатно во вторых даром в третьих просто придешь и в это будет декларация намерений зато будешь первым если ты дом все-таки решишь купить то это будет преимущество точно не надо денег платить точно обязательств нет никаких поехали мы поехали к нотариусу и за не знаю 15 минут мне показали бумаги единственная там в дом чего там сразу показали там белилами где-то белина свинцовыми не лизать белила на кухне потом что нельзя там шифер где-то нельзя сверлить еще чего-то то есть быстренько пробежались и показали мне все что такое раз такое вот эти все обременения и я подписал бумагу что хочу купить дом и по этой бумаге стал первым покупателем что во франции конкретно достаточно важно потому что дальше у меня 80 дней по моему было чтобы или купить дом или его купит 2 по уровню покупатель и в этот момент плод отдает мне ключи от дома я так задержишь не купил нет поживи просто как поживи ну как ты мне нравишься ты тоже пилот я думаю что в этом что вот плод опять же был предыдущий владельцева тоже так звали плод мечтал бы что в таком доме жил такой классный раздолбай как не раздолбай сказал бы видно что вот это я думаю ну да живи две недели сколько ты еще здесь игр 2 недели вот за две недели поживешь поймешь насколько это тебе все-таки нужно нет так просто отдашь ключи уедешь мы едем скорее всего в габ а где габ я вам сейчас покажу у меня сегодня антон летает учеником замечательный человек ему потом передам слово вот он помогает мне снимать этот ролик потому что пилотирует планер это третий полет в его жизни третий день учебные вы представляете вот у такой стол и он вполне себя прекрасно справляется я его сейчас конечно перехвалю и он наверное станет летать значительно хуже вот друзья город габ рядом пролетают планировочек это как раз вот там где вы покупали кровать надувную мы это следующий день мы просто слетали вам габ заснять нечаянно не хотели специально лететь не хотели так низко оказывается но вот похоже погода кончилась нам сейчас очень интересно предстоит квест как нам отсюда выкарабкаться но если что есть посадочные площадки есть запасной аэродром габ таларку до него долетаем ну повод вам отснять габ исторический центр сейчас я крылом покажу о там огромный такой костюм черепичные крыши как раз хорошо видны а вот там куда крыло показывает технозона там как раз продают всякие вещи полезные город габ вы примчались за холодильником перетащили из шале все наши продукты которые были мы купили холодильники кровать надувную глупость надувная кровать не покупайте надувная на ней во-первых когда обнимаешься все скачет во вторых когда не спишь все тоже скачет ну короче фигня этот отрас потом мы пенки постелили как нормальные туристы на пенках спали первый день я хорошо помню в этот вечер наступает целый день суеты с этими переездами подъездами муж моей сестры блаха он как раз у меня летал помогал женька привет большой спасибо тебя и вот он тоже вы привнес в этого позитива в этот день мы вечером сели под липкой как-то вот какой-то свет включился и так далее и так уютно стало друзья вот вы не вот это ощущение я там 8 сколько там 9 лет назад вот эти вот перемещаюсь я помню вот это чувство какого-то такого детского счастья когда ты сидишь у тебя вот все от начинает освещение гармонично заканчивая там мясом который мы ели кайф я вот этот момент очень ярко помню как выстрел такой и подумал моё вот это место моё а до следующий день чудеса продолжились во-первых поперлись риэлторы то есть это объявление продажа дома вышла и каким-то косяком потянулись люди которые полезут в наш дом то есть они лезут смотреть я звоню плоду говорю вот что делать будет всех шли нахер как нахер так говорит нахер если горит хотят пусть смотрят мне звонят а я дает не хочу не показывать вот но рядом с домом походить можно в принципе пускал там за забор пока один не обнаглел и начал типа там а я хочу туда я хочу сюда игру брысь отсюда я этот дом покупаю в общем я боролся с этими а вы понимаете да как ценность вещи вот так многократно возрастает когда ее все хотят это было прям огонь и так как ее все хотели я захотел ее еще больше плюс наша знакомая нарядами живет ли зон она хотела кафе там сделать посмотрел горит игру если ты не покупаешь дом я 2 игру хорошо я тебе подарю свое место если не буду покупать да я уже покупаю мне повезло что я гражданин литвы то есть я вы родился в литве учился в украине какое-то время работал там в той же москве но в целом никогда у меня не было гражданца отличного литовского хотя мне некоторые советовали но я очень мудро поступил что не стал этого делать мне достаточно было открыть во франции счет что я как европеец мог сделать меня быстренько бывший мэр прописал в кемпинг он мне выдал такую бумагу что официально я живу в кемпинге по такому-то адресу черная лошадь палатка такая-то но банк сказал что нет на деревню к дедушке мы не понимаем и официально чего он у них было 7 дней чтобы дать отказ они ровно через 7 день дописали официальный отказ что да я вы имеете право завести счет но мы вам отказываем потому-то на самом деле это была некоторая ошибка нотариуса что именно можно было с любого европейского счета привести деньги на счет нотариуса так это делается во франции все деньги сначала приходят на счет нотариуса потом нотариус все подписывает берет свои там пару процентов но кстати суммарные расходы на оформление дома обошлись где-то в 10 тысяч потом мы сделали очень интересность вообще совершенно феноменальный вариант такой даже сейчас уже точно не пройдет но на тот момент у меня был друг который хотел купить у меня планер и мы соответственно оформили бумаги что я продаю ему свой планер ls8 и он соответственно расплатился за него деньгами которые виде кэша договором купки и продажи мой друг лот положил швейцария по моей доверенности на свой счет в банке во франции это было невозможно сделать в швейцарии он пришел опечатан мы пошли вот здесь опять же в габ специальную там банк при нас пересчитали деньги по проверили подлинности запечатали в такой пакет и поставили печать подпись там и так далее ну и все я дальше этот пакет отдал плоду он отдал банку в швейцарии и дальше какую-то часть денег я соответственно уже заплатил но остальное перевел там с альфа-банка например переводил в москве это было тоже великолепно я переводил 25000 и говорю дайте пожалуйста формулировку что ну там происхождение средств надо они до это шоу написать грешку можно напишите жена дала мы приводят так можно быть можно написал жена дала ногти жена взяла тумбочки ну тут друзьям не могу сказать только что повезло то есть покупка дома без риэлтора напрямую вот через нотариуса без посредников это везение и вот это то что мне удалось и бумаги оформить это опять же везение это французский друг который старался нам всем помочь плод огромное спасибо так как обычно это делает какой-нибудь нотарию бюро агентство которое может вам помочь собрать все бумаги необходимые там помочь переводом на средств как-то по крайней сказать как это все правильно делается в каждом случае конкретной страны это эти вещи разные но я стал владельцем дома дальше длинная история про его ремонт отдельное видео я уже снял смонтирую обязательно выложу я счастлив то есть могу сказать по прошествии восьми лет это действительно месяца моей мечты это место где я пережил этот коронавируса и мы тут прекрасно летали в этот коронавирус потому что аэродром был в 1 целое в одном километре 400 метров от дома а на такой радиус я мог ходить пешком имел право я залезал планер взлетал в 10 километров имел право вокруг аэродрома летать ну как говорится кто ж нас видит помимо этого можно было прекрасно гулять путешествовать по всем этим нашим холмам я друзья давно хочу сходить на этот водопад то есть я только здесь уже живу а никак сходить на водопад не могу вот позор реальный вот посидеть здесь может быть под эти скалы в карабках с альфинистами немножечко с ними тут посидеть полюбоваться но представляете сколько красивых мест считаешь все время некогда по скалам пошлятся но одно и вам точно могу сказать что идите к своей мечте то есть если вам чего-то действительно хочется начинайте просто что-то делать пробуйте делайте у вас обязательно что-нибудь да получится опыт моих друзей например друг саша год на мной со мной летал он не захотел возвращаться в новосибирск после начала войны и уехал жить на какое-то время в грузию потом он уехал на кипр на кипре он программист работает удаленно соответственно еще и работу поменял на еще более хорошую и он прекрасно себя чувствует снял виллу не очень большую но очень уютную из них за очень дорого к нему приезжает куча народу вот пример вам человека который после определенных событий решил просто в одночасье мы с ним летали тут 24 число бац 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 и грушу ты будешь делать я остаюсь разворот потом у меня был замечательный случай друг сергей переехал в испанию ну собственно он не совсем переехал он ездит между разными странами но основное время он проводит в испании опять же у него там жена сын то что для него было определенное решение оно знаете было чем сформировано во многом именно заботой о собственном сыне потому что когда он пришел в обычную там школу подмосковную ну там скажем так отнестись к нюансам очень нехорошо и ему так настолько не понравилось что он сказал да в жопу это образование здесь я уезжаю тут я могу сказать только пример моего другого друга который учат сына в школе класс хорошая у хорошая учительность которых действительно толково учат но она в зигом она решила что у нас класс показательно станет юнормейским и все еще сна пялили форму ходят в той форме может им потом еще автоматы дадут и вообще будет они вот так вот мое искреннее мнение не нужно вмешивать детей во всю эту вот гадость и боль связанную там с войной будущей не нужно детей пихать в это не нужны им автоматы пусть у них будет счастливое детство мы живем в 21 веке какая в жопу юнарбия могу лишь сказать плюс французскому образованию что она максимально отвязан от этого всего дебилизма никакой тут церкви ничего то есть светское государство и это светскость четко и ярко соблюдается здесь это очень четко соблюдается выбирайте для жизни страны где возможно вашим детям будет каких не заберут в армию если они захотят служить и защищать свою родину они пойдут но их не возьмут и не скажут а вот тут чувак должен стрелять людей ты обязан стрелять рублей 21 веке то тьфу ладно мы отвлеклись друзья это больная тема просто в 22 году огромное количество друзей у меня переехала в израиль отлично там уже устроились я им большой привет передаю вообще конечно 22 год был годом когда люди многие из людей приняли решение но вы видите что ситуация развивается самым различным образом и я думаю что если наступит следующий волна мобилизации это еще больше народ задумается они пойти ли мне лучше пожить счастливой жизнью так сказать не не воюя за невнятные ценности так вот именно для этого я наверное сделаю серию роликов о успешном вы выезде моих друзей как они устроились каких-то локациях что для этого требовалось ну какие такие простейшие советы про свои же про францию но я могу сказать что сложно то есть вам нужен реально хороший специалист которые такие есть которые вам поможет все это организовать лучше бюрократическая машина очень мощная все решаемое вам дадут все документы ну объяснять какие документы нужны но это требует времени понимания документы могут потерять нашем случае папку нашу потеряли нам пришлось заново там что-то восстанавливать но это когда моя жена временное проживание здесь оформляла там всякие нюансы например замена прав то есть если вы приехали получили вид на жительство то в течение полгода ваши права просто автоматически меняет обычного в разных странах во франции в том числе но если вы полгода про дуплили то через полгода вам придется идти в автошколу автошколу на французском это из фильма ужасов наверно что то здесь про то как сдают на права даже фильмы замечательные сняты такси 1 такси 1 с люком бессоном как раз снят на тему как французский полицейский сдавал на права и что из этого вышло обязательно посмотрите если не смотрели сейчас эра интернета поэтому очень просто найти переводчиков удаленно там консультантов удаленной так далее и у меня есть пример как мой друг продал все в сочи и переехал он сейчас в районе анти живет мой огромный привет он все полностью сделал сам все бумаги на вид на жительство на уже даже не на вид на жительство на паспорт он должен получить паспорт себе жене троим детям детям но вот к вопросу о бюрократии закралась ошибка он подавал декларацию о доходах и в этой декларации указал что у него есть еще ребенок его содержит с мамой как-то так и так со второй бывшей женой и немножечко трудности перевода неправильно перевел неправильно написал так вот документы приняли и потом шлепнули отказ ну вот отказ получается на год то есть отказ за счет нет недостоверно предоставленных данных и это при этом ну как бы черное такое пятно в биографии естественно пошел объяснил там его поняли сказали да мы вас понимаем мы вас поэтому не наказываем никак то есть все при все прекрасно но машина такая что он придется еще будет подождать поэтому иногда вот эти вот использование специалистов которые что-то вас за вас сделают она наверное оправдан в нашем случае просто это был хороший друг который совсем помогал ходил с нами ругался на французском и и на швейцарском мир говорил даже мы нас научил ругаться но прошли мы это я могу сказать только одно это бюрократия более чистая там чем бюрократия в том же лавире у меня тоже был ролик про как я с органами взаимодействовал и вот так вот московский авир например это значительно более дурацкая организация в которой кучу всего можно решить за деньги да тут взятки можно дать взятку и это все решится а вот решить по-настоящему аккуратно и красиво и по честному ну в то время когда это делают тогда было невозможно я просто откровенно предлагали взять дать взятку и я боролся с этим как мог и я как раз оформил все честно но делал это блин бесконечное количество времени потратил так вот во франции вам покажут путь и все абсолютно можно сделать ну только это вот потихонечку аккуратненько разбирать в этих бумажках путь абсолютно проходимый абсолютно прозрачный и безумно долгий так это мои вам советы относительно там франции будут вопросы пишите в комментариях а потом может быть как-то выложу отдельным текстом потому что в воздухе записывать достаточно сумбурно тем более вы можете посмотреть как трудится мой ученик антон и как ему тяжело держаться на вот это вот прекрасном месте где мы записываем ролик и альпинисты кстати уже пошли домой да скоро домой нам пора ужин поэтому я передаю камеру антону и он немножко расскажет о своей локации это северный кипр и даст вам может какие-то дельные советы от себя можете считать это первой серией нашего сериала как классно переехать куда нибудь в новое место жить здравствуйте друзья меня зовут антон я живу на северном кипре и вот сейчас учусь летать у игоря в общем северный кипр это такая интересная локация она с одной стороны не признанная но с другой стороны я за счет этого как раз много всяких интересных плюшек и бонусов частности вот я пока слушал про приключения с банками и со всеми делами хочу сказать у нас этого вообще нет у нас это все достаточно просто делается ты получаешь справку в муниципалитете местном и открываешь себе счет никаких вопросов про то что к тебе приходят деньги откуда они взялись и так далее всего этого у нас нет при этом стране очень неплохой уровень жизни минимальная зарплата сейчас около 700 800 долларов хорошее образование есть классные английские школы все отлично разговаривают по-английски очень безопасно видимо за счет того что страна достаточно закрытая как бы ну недостаточно известная скажем так соответственно мало воровства и тому подобного практически нет если что-то случается милиционеры находят все все в момент все вопросы решают еще один большой бонус на северном кипре туда достаточно просто попасть и получить вид на жительство практически для всех национальностей въезд на северный кипр без визовой сейчас когда некоторые люди уезжают из россии срочно порядке северный кипр вариант потому что виза не нужна на въезде тебе дадут от 30 до 90 дней если вежливо попросить пограничника расскажите дайте 90 то вероятно дадут 90 еще говорили что на северный кипр нельзя ездить потому что штамп паспорт ставит вас потом в грецию не пусть неправда на въезде тоже можно попросить бумажку и на бумажку ставят этот штамп паспорт таким образом не портится а вид на жительство на северном кипре получается достаточно просто по документу либо аренды жилья либо по покупке жилья и нужно продемонстрировать ну давай приличную сумму сейчас по моему это около 20000 евро на счету ну как правило это кстати тоже обходится легко потому что ты одолжил сделал выписку со счета деньги снял полиция как известно не может просто так позвонить в банк и спросить а правда ли у него есть эти деньги вот у меня знакомые бабушки просто каждый год одалживают у всех у кого могут и делают себе вот этот вид на жительство антона как ты переехал до кипр до как у тебя получилось я снимал сериал на южном кипре увидел большой флаг северного кипра на горе который видно очень хорошо из никосии и даже дальше я спросил водителя нашего что что это такое он сказал она это страшные люди там турки не ходи туда они убивают и все такое я сказал как интересно надо в точно же посмотреть что это такое и посмотрел я исключительно старый город никосии а он разрушенный там проходит частично запретная зона зеленая зона между северным и южным кипром и соответственно там очень серьезная регуляция потому что охрана юнеско этого места и чтобы тебе что-то отремонтировать нужно куча бумажек и так далее соответственно стоит много домов которые никто не чинит и выглядит все это так страшненько скажем прямо вот и я такой в восторге как интересно какая азиатская страна я решил еще раз туда съездить уже специально на северный кипр мы снимали там небольшую документалку любительскую скажем так и заодно вот познакомились там с кучей людей я нашел себе там работу и постепенно слова ли слова ли я понял что работать там достаточно хорошо жить приятно и вот переехал туда постепенно 10 лет уже живу ну как бы из минусов это то что там действительно немного скучновато для тех кто любит большие тусовки кто любит там много дискотек и и всего такого этого там нас мало скажем прямо так хорошо без тусовок так хорошо без дискотек друзья если бы я ходил на дискотеке вместо того чтобы учиться в юности у меня бы точно не было такого замечательного планера в потому чтобы потом начал быть дружит дружить с девочками покатился по наклонной а так я успел поступить харьковский авиационный институт как настоящий ботаник доучиться до пятого курса имена и стипендия все дела а потом занялся парапланилизмом и уже тогда начались девочки покатился по наклонной но успел набрать необходимую высоту надо сколько было сложно там недвижимость купить добыть и так далее если там час какие цивилизованные способы это сделать или помощь я так но это естественно лучше не просто с кем-то с хорошими профессионалами потому что всегда контакт между застройщиком и риэлтором он будет больше и лучше чем с приходящим единственным покупателям вот предоставляет ему 20 тысяч 20 клиентов каждый год естественно что с ним и другие отношения другие скидки и так далее все выбивается и я работаю в компании называется prime pro investment мы занимаемся как раз продажи недвижимости и когда я приехал делся что нужно добавить что когда я приехал я себе спокойно купил трехкомнатную квартиру за 50 тысяч фунтов английских а сейчас уже я думаю что где-то на такую квартиру нужно около ста ну за исключением такого дикого роста цен на недвижимость за последнее время как бы их глобальных минусов практически нет если интересно поподробнее про северный кипр посмотрите наш канал мы делаем видео где рассказываем не только про недвижимость но и про то как это все устроено как это работает и стараемся делать достаточно интересно есть красивые ролики видите друзья как один к одному все идет вот совершенно случайно мы зацепились с антоном языками у меня была камера игры слушай давай снимем ролик я давно у меня давно был искал повод как то что спрашивают люди как игорь ты переехал что же ты делал как ты выбрал это место и видите получилось что антона похожая история и мы вот вам две истории вместо одной рассказали и пишите в комментариях если вам нужно про что-то еще рассказать у меня действительно очень большое количество друзей мало того сейчас у нас получается канал на котором огромное количество зрителей может быть кто-то из зрителей захочет рассказать свою историю мы сделаем что-то полезное потому что вот это показывать и вам красивых мест всевозможных но это тоже для меня сейчас как хобби родилось и как и украшение и какой-то некий смысл вот моих полетов потому что цель понимаете летать так вот постоянно скучно даже с учетом таких талантливых учеников и слетать главное куда-то в красивые места чтобы вам их показать это стала некой фишкой моей то есть это украшение моих полетов я крайне благодарен вам зрители глубоко уважаемые что вы смотрите радуйтесь и это повод делать всевозможные видео а сейчас мы быстренько долетим до нашей долины и я вам покажу самые красивые места нашей долины и свой домик с высоты птичьего полета я знаю вы нужны Продолжение следует... 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 Очень легко, когда большой налет, точно рассчитать, как заехать в ангар. Вообще, конечно, этот ангар можно было бы покрыть тоже солнечными панелями и поставить здесь солнечную электростанцию и какую-нибудь криптоферму, добывать биткоины. Да, кстати, можно на моем доме делать. О, слушай, а биткоинами платят за недвижимость? За все, у нас даже платье можно за биткоины купить. У нас приехала девушка из какой-то, из Голландии, что удивилась очень. Я пришла, там можно за платье биткоинами заплатить. И уж за дом, тем более. Друзья, вот такой замечательный ролик получился. Надеюсь, он вам понравился. Пишите, задавайте вопросы. Будем улыбаться. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин